Всем привет! И после моего обзора автомата возникли жаркие дискуссии наподобие того, что это не автомат, его мол нельзя ставить, караул, все сгорит, ужазь и печаль. Но то же время, это и подобные ему девайсы, пока не называю это автоматом с защитой, это просто Wi-Fi выключатель нагрузки до 63 Ампер, работает больше нескольких лет и вообще без проблем, выполняя свой вольф в автоматизации дома. Я сам всегда только за безопасность и готов пожертвовать этим девайсом в угоду этому. Проверим, разберем наш умный девайс и протестируем на защиту. И что же такое автомат, вернее выключатель автоматический. Это коммуникационный контактный аппарат, который нужен для отключения и включения коммутации электрических цепей и служит как раз для защиты проводки и потребителей наших электроприборов от токов коробкого замыкания и перезагрузки. Соответственно, если взять автомат небольшого номинала допустим на 10 Ампер и подключить ему нагрузку более 2,2 кВт, то сработает защита и автомат отключится. То же самое произойдет при коротком замыкании и даже сильном нагреве прибора. Вот вам обычный автомат на 10 Ампер, простой и надежный. Пробуем его подключить в нашу схему. Схема будет простая, фазу в автомат, от автомата к розетке и к лампочке. Ноль на колодку. Включили автомат, включился свет и появилось напряжение в нашей розетке. Теперь сделаем небольшое короткое замыкание, для этого у меня есть специальная вилка с перемычкой. Как вы видите, автомат сработал, напряжение исчезло, угроза пожара отсутствует. Если разобрать автомат, то мы увидим основные защитные его части. А именно, подвижные и неподвижные контакты замыкают нашу цепь. Механизм электромагнитного расцепления с катушкой и сердечником срабатывает при коротком замыкании. Ток при коротком замыкании очень быстро растет, в магнитной катушке нарастает магнитный поток и сердечник ударяет по механизму расцепителя и отключает автомат. Биметаллическая пластина теплового расцепителя, которая нагревается, если ток выше номинала нашего автомата. Пластина не сгибается, нажимает на механизм расцепителя и отключает подачу электроэнергии. Не забываем про дугогасительную камеру, которая защищает все контакты нашего автомата от коррозийного действия газа, который возникает в момент сгорения этой электрической дуги. Стоит понимать, что чем мощнее номинал и подключенная мощность автомата, тем сильнее будет эта дуга. Давайте попробуем сделать то же самое с нашим умным девайсом. Для этого я подключу после автомата и проверяю. Как видите, электричество пропало, но пропало только потому, что выбило автомат. Это значит, что ставить этот девайс без автомата не стоит. В случае короткого замыкания он не отключится как должен, что может привести к пожару или выходу из строя других бытовых приборов. Проверим над работоспособность. Видите, без проблем, включился и продолжает работать. Давайте я его разберу. Для этого высверливаем заклепки, чтобы добраться до внутренности нашего выключателя. В целом, ничего сложного в этом выключателе нет. Основное место выделено под плату управления, делающего этот выключатель умным девайсом нашего умного дома. Далее расположилась электромагнитная катушка с сердечником, которая включает или отключает наш девайс. Появилось напряжение на катушке, контакты замкнулись, пропало. Разомкнулись. Если у вас будет версия выключателя с подсчетом электроэнергии, то на провод, идущий к контакту, будет надета катушка измерительного модуля. Как видите, никаких средств защиты, как у автомата, не предусмотрено. Ни от нагрева, ни от короткого замыкания, поэтому вычеркиваем слово «автомат» из этого прибора – это умный выключатель на Динрейку, который способен работать с большими нагрузками, а именно с током до 63 Ампер. В описании под видео также я выставлю ссылку на китайский автомат. Именно они и так позиционируют с защитой от КЗ, защитой от перенапряжения вольтажа и тока, с энергомониторингом и ценой не намного больше. Кстати, я его сделаю чуть-чуть дальше. Спасибо вам за комментарии. Я всегда стараюсь делать объективные обзоры на любой товар. В данном случае меня сбило китайское название и внешняя похожесть этого выключателя с настоящим автоматом. Но благодаря вам и моим тестам «Восстанавливаю справедливость». Этот выключатель автоматом называть нельзя. Защитную функцию он не выполняет. Но в качестве коммутации, включения-выключения, по расписанию, таймеру или по любому другому сценарию умного дома вполне пригодная вещь. Покупая, кстати, обращайте внимание, что есть с энергомониторингом, а есть без него. Лучше переплатить пару долларов и смотреть за расходом электроэнергии. И да, для мониторинга работы тоже будет полезно. Еще раз большое всем спасибо за комментарии. Не забывайте про лайки, про подписку на канал. Также не забывайте про телеграм-канал, ссылка которой в описании под видео, где вы найдете не только новинки системы «Умный дом», но и всякие скидки, акции и прочие купоны. Там же ответы на ваши вопросы и просто общение. И всем всего хорошего. До новых встреч на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok